Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 14 июля 2021 года. Спешу сегодня показать интересного жука, который сидит в чашечке Петри, в открытой, не спешит удирать, хотя жуки-листоеды эти могут даже хорошо убегать. Одно из семейства хризомелиды, листоеды, называется асклепиевый листоед. Асклепиевый, потому что питается на растениях семейства асклепидиация, ваточниковый род асклепиас ваточник, эластовин инситоксикум. Это асклепиевый листоед или асклепидиевый по латыни эумольпус асклепий, Адеус, асклепиадеус, описанный Паласом. А почему могут убегать? Потому что многие листоеды не умеют летать, а вот этот как раз умеет летать. И он вчера нас показывал, как умеет взлетать, на солнышке нагревшись, взлетал приспокойненько. Некоторые здесь не очень активно двигаются, потому что, конечно, подустали на солнышке, а некоторые выражают особенность, что можно притвориться и тихонько сидеть себе спокойно. Некоторые передвигаются и отмечается этот листоед своим яркой окраской. Яркой окраской, как вы заметили, он блестящий синий фиолетовый. Блестящий синий, почти что черный. Можно сказать, черный с синевым отливом. Где же он встречается? Жук этот, родственник, по сути дела, колорадского жука. И размером он в точности примерно размером с колорадского жука. И такой же спокойный, подвижный и тоже умеет летать. Вот с правой стороны сейчас покажу. Самочка, по-моему, хочет показать, как она умеет взлетать. Да, да, да. Вот показывает крылышки, показывает крылышки и может даже взлетать. Садочки некоторые пороются, спариваются, некоторые притворяются мертвыми. Это такая обычная стратегия у листоедов. Можно притвориться и упасть на одно колодце, упасть на почву и избежать тем самым поедания каким-то хищником, потому что разные растительноядные животные, конечно же, питаются жуками-листоедами, потому что они, в общем-то, ничем-то не пахнут и весьма привлекательны для съедания. Имеются они обычно на своем коровом растении, который не так уж часто, поэтому этот жук даже занесен в Красную книгу «Белоруссия». А встречается он в пойменных лесах, в пойменных лугах на растении, как раз на баточнике Винси Асклепиас или Винси Токсиком ластовин с тонкими зелеными листиками. На корнях развиваются эти личинки этого листоеда. Так необычно. Кажется, что многие листоеды развиваются снаружи, на поверхности листьев. А вот этот решил сделать такой скрытый образ жизни. И личинки прячутся, прячутся на корнях, тем самым они избегают высыхания, поедания и неблагоприятных условий. Сейчас вот жара, больше 30 градусов. И при 30 градусах, конечно же, требуется питание, влага. И без влаги жукам тяжело, поэтому я им сразу же здесь набрызгал воды. И они сразу очень весь стали веселыми, послизывали капельки воды. Но они все равно группируются в группы, потому что они такие групповые товарищи и очень сильно далеко не убегают. Некоторые только индивидуумы пытаются разбежаться, даже не пытаются взлетать. Настолько они спокойно себя ведут около своего кормового растения, у нас здесь рядышком листочек, а цветок это совершенно другого растения. Встречается этот вид очень достаточно широко, несмотря на то, что он даже в Красной книге была Белоруссия. Похожий на него много других листоедов, у которых довольно-таки много видов, более 20 тысяч видов листоедов. А этот асклепиевый листоед встречается и в Южной Европе, в Литве, Белоруссии, Украине, Кавказе, Казахстане, Юге и Западной Сибири. Широко распространен. Многие листоеды очень похожи друг на друга, своей яркой такой блестящей окраской, но в то же время различаются свои окраски. Есть и синий, и зеленый. Колористский жук черный, бело-желтый, полосатый, с переливом. Травяной листоед зелененький, с фиолетово-желтым переливом, отливом. Встречается на самых разных растениях из самых различных семейств, но обычно есть все равно круг трофического питания. У жуков и листоедов в определенной степени ограничен. Вот у этого жука, например, всего лишь семейство москлепидиации, ваточниковое. А на других растениях, даже вот на этих, которые им были предоставлены, вот эти ромашечки, питаться жуки не будут, разве что только восполнить запасы влаги. Ну, варлагуем, моим из пипеточки дадим специально. А потом будем их выпускать. Специально они поймены для того, чтобы показать разнообразие жуков-листоедов. Их очень красивые цветовые формы. Потому что листоеды всегда такие очень яркие. Даже один экземпляр, рука листоеда, сразу вызывает такую бурю эмоций, потому что он очень яркий, симпатичный. Или, как я сказал, и красный, ярко-красный, в том числе тополевый листоед. Ярко-зеленый, и фиолетовый, и желтоватый листвой. И белый с полосками, и желтоватый с полосками. Так что жуки-листоеды очень большая группа, как я сказал, больше 20 тысяч видов. И вновь известно, и вполне возможно, что фауна листоедов в мире достигла до 60 тысяч видов. Много видов в тропических зонах еще даже и не описаны энтомологами. Так что вот такие интересные жуки. Если их увидели, можете подкормить их растением, на котором они сидят. Они обычно сидят. А если до них дотрагиваешься, они сразу же моментально падают с растения. Тем самым спасаются. Можете подержать, отпустить, как божьих коровок. Они тоже приспокойно поднимаются, как божьи коровки, вверх. У них очень цепкие лапки. Они прекрасно держатся здесь на стекле. На крае стекла. Прекрасно залезут по пальцу. И божья коровка улетит на небо. Хоть божья коровка относится к другому семейству. А как это к листоедам. Листоед тоже улетит на небо. Прекрасным образом может даже улететь. А если не улетает, то значит это не летающий листоед. Так и знаете, что листоеды бывают разные. У них могут быть сровшиеся крылышки. Или недоразвитые крылышки. А форма тела вот такая интересная. Бочонка видная. Красивая, часто, как я сказал, переливающаяся. Сегодняшний сюжет как раз на ярком солнышке. Тем, чтобы показать их красоту, яркий блеск, их симпатичность. Вот некоторые даже здесь пытаются спариваться. Потому что здесь самцы и самки. По внешнему облику их даже сложно различить. Они очень сильно похожи. Они здесь находят друг друга. А некоторые вот убегают. Спасибо за интерес. Сейчас покажем еще большую команду наших жуков. Вот такая у нас команда. Будем их переселять в другой контейнер с едой. А потом выносить на их трофическое место обитания на выпуск. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Напишите, каких листоедов, на каких растениях вы у себя видели, наблюдали. Они всегда есть. Если внимательно посмотреть, особенно в сельской местности. В городе, конечно, поменьше. В городе всего мало. Там, где есть трава, там, где есть лесок и лужайка. Листоеды всегда есть. Обычно самые первые жуки, которых можно заметить спокойно сидящих и не убегающих. Не убегающих, потому что, как я сказал, они сразу притворятся, упадут на почву и их не найдешь. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите на страницу в Patreon, чтобы стать патронами канала и участвовать в создании новых интересных видео. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Заходите на новые сюжеты. До новых встреч на моем канале. Поэтому, если у вас появятся вопросы, даже вы какие-нибудь по делу, по защите растений можете, то не только на кухне, а в доме, посылать ваши вопросы на электронную почту. Предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале, вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно, интересно. А если захотите выразить свой донейшн, донейшн, донейшн называется оргвознос поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Сейчас это нормально. Можете поставить пару гривен на вот эту страничку в Patreon со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких доляров из кармана и не обменивая, сразу со своей карты в какой-либо стране не находили. Просто и приятно. Посылайте через Patreon. А я укажу вас как спонсора, как спонсора поддерживающего канала. Мы с вами будем еще общаться. В Patreon вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочи, а приятно. А может даже и не мелочи, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот как вы сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok